Добрый день, друзья! С вами Константин Горбунов, и я продолжаю вам рассказывать про новый инструментарий VATPAMP. В VATPAMPе через ориентировочно месяц, может быть даже пораньше, недельки через две, у вас появится вот такой вот замечательный инструмент. Называется он редактор минус фраз, а именно это череда инструментов. Тут будет целых два инструмента. Первый полностью готов, второй мы доделываем и, по сути, отдаем его сначала на тестирование в мастер-группе тренинга директологов, у которой будет полный функционал этого сервиса, этого инструмента. И, собственно, вам тоже его будем раздавать, но ориентировочно вот такие будут сроки. Две недели-четыре недели. Теперь давайте поговорим, зачем, собственно, нужен данный инструмент. Дело житейское. У нас есть аккаунт, может быть, не один аккаунт, может, пять аккаунтов, но не суть. На каждом аккаунте есть какое-то количество рекламных компаний. Понятное дело, что рекламные компании все у нас могут быть разные, с разным набором минус фраз, с разным количеством ключей. Все как обычно, все как мы любим. На разные, например, регионы. Но задача, наверное, одна из самых ярких, которая у вас стоит, это все равно, как-никак, именно с текстово-графической рекламной компанией, поиск РСЯ стандартные, да и динамические объявления в том числе. Это собрать список, хороший список, единый набор минус фраз, чтобы он вам как минимум отсекал лишние ваши поисковые запросы. Но в том числе вы хотели бы наверняка проверить, насколько релевантны ваши ключи этому единому набору минус фраз. Вдруг вы уже добавили туда 10-15 ключей, а может быть не вы, а ваш директолог, и вы не можете понять, все ли нормально, нет ли пересечения у вас. Вы скажете, конечно, Кость, ну есть же такой инструмент в директе, который это делает. Во-первых, он это не делает тогда, когда вы хотите, то есть нет такой кнопки проверить ваши ключи по сравнению с вашим единым набором минус фраз. Второе, к сожалению, единый набор минус фраз плохо работает с всякими разными словоформами, если вы хотите восклицательный знак поставить. И самое главное, что он очень плохо проверяет, если у вас есть там фразы, то есть не одно слово, а фразы. Ну и еще одна большая проблема, то что он, по сути, вам говорит, что это ворнинг, то есть это не ошибка, и, по сути, пропускает дальше рекламную кампанию, даже вас, в принципе, не уведомляя. При этом, если у вас есть слово, например, помощь, портрет, потребление или что-то еще в ваших фразах, то по этим ключам у вас все равно будет идти показы, будет идти трафик и так далее. То есть, допустим, мне вот надо добавить слово саундтрек, да, вот я вижу, что саундтрек, айфон 10, это неправильное слово. Давайте мы его добавим, добавляем в рекламную кампанию. Давайте добавим другую еще, раз уж у меня там загружена другая рекламная кампания. Да и вообще, если хочется добавить даже в несколько рекламных кампаний, собственно, инструмент позволяет, во-первых, проанализировать, есть ли у меня такие ключи. Но мы в любом случае сейчас найдем пересечения, поэтому мы сейчас загрузим рекламную кампанию. И, собственно, сам инструмент позволяет нам просто проанализировать все пересечения между ключами и поисковыми фразами. Давайте сейчас посмотрим, как это будет после того, как загрузится наша рекламная кампания. Она, собственно, загрузилась, поэтому даже без пауз, давайте, первое, что необходимо будет сделать, это зайти в вашу панель Яндекс.Директ. Если у вас Яндекс.Аккаунты подключены, у меня подключен, мне нужно просто проверить свою рекламную кампанию. По сути, мне ее надо просто обновить. Да, вот это вот как раз рекламная кампания не забросила, собственно, наш ключ. Теперь нам необходимо просто перейти в редактор минус фраз и поиск минус фраз. При этом я могу, собственно, добавить сразу несколько рекламных кампаний при желании. Это очень удобно, но эта функция будет доступна только ребятам из мастер-группы тренинга-директологов. Иначе, если будет пользоваться... Сколько у нас сейчас? 23 тысячи, по-моему. Ну, у нас здесь не тот счетчик. Сейчас я вам скажу. 24 тысячи 699 человек на данный момент пользуются сервисом. Если все начнут пользоваться одновременно, у нас просто упадет сервис. Я это прекрасно знаю. Поэтому, ну, собственно, сначала будет в любом случае по одной рекламной кампании. Но у мастер-группы тренинга-директологов у вас будет полный функционал. Но, собственно, вы нажимаете кнопочку «Подождать». У вас есть варианты выдачи какие. Это склонять минус-слова. То есть, идет полное склонение, если у вас нет восклицательных знаков. То есть, все операторы, которые у вас есть в самом директ-командоре, они, естественно, учитываются. Не в зависимости от того, что вы туда засунули. Как это все выглядит. Если какие-то есть ошибки или какие-то моменты, то он обязательно это все пометит. И в том числе я хочу вам показать очень-очень интересный вариант, именно связанный с данной рекламной кампанией. Давайте сейчас это все дело загрузится. И я включу заново. Собственно, вот то, что у нас получается. Естественно, мы еще будем дорабатывать весь функционал. И функционал будет вам все больше и больше нравиться. Но пока есть в таком виде. Собственно, у нас две рекламные кампании. И самое главное, мы сейчас перед глазами, у нас весь список единый набор минус фраз, которые у нас, собственно, идут не через запятую, а просто через Enter, то есть с новой строки. И дальше, так как я поставил галочку «Отображать только ключи с совпадениями», у нас идут все пересечения наших ключей, которые есть в данной рекламной кампании с нашими единым набором минус фраз именно этой рекламной кампании. То есть у вас здесь они, по сути, видите, делаются раздельно. И вторая, видите, рекламная кампания. И так я могу добавлять до бесконечности, пока я не сойду с ума или не сойдет с ума сервер. Собственно, здесь показываются все наши пересечения. И здесь одно из самых главных как раз вещей, которые необходимо проверить. То, что нет в валидаторе самого Директа, это все-таки фраза. Я хочу именно показать на примере своей рекламной кампании, где я сделал, я считаю, тоже ошибку, но при этом сам Директ, он это никак не отметил и пропустил. То есть все дальше работает и нормально. Например, iPhone X за 70. iPhone X за 70 рублей мне, в принципе, подходит, но при этом что-то за iPhone, да, там нехорошие всякие слова, мне не подходит. Поэтому мне необходимо будет в квадратные скобки засунуть за iPhone. И я об этом не подумал. И часть ключей, да, они показываются, разумеется, но поисковые запросы какие-то, если у меня вдруг нет таких ключей, то они просто у меня не будут отображаться. То есть я буду терять большое количество трафика. Значит, мне надо поработать со своим минусом, засунуть его в квадратную скобку. То же самое, например, относится с iPhone. Видите, цена iPhone X США с налогом. Все показывается, но с iPhone, то есть там, например, наушники с iPhone, да, ну или что-то вроде того. iPhone с наушниками. Мне надо будет в обязательном порядке тоже поставить квадратные скобки, что я не сделал. Ну и так далее. То есть вы видите, в принципе, разборка. Видите, я пропустил слово, например, разборка. При этом у меня есть такое стоп-слово, но ключ-то, оказывается, тоже есть. И если вы не хотите руками проходить и постоянно проверять все свои ключи, 100 тысяч миллионов штук с вашими ключи и с вашим едином набором минус-фраз, который тоже может быть большой, то этот инструмент как раз для вас. Собственно, теперь вы можете просто нажать на кнопочку «Остановить», выбрать данные ключи, и их можно понажать у кнопочки, просто взять и остановить, что, я думаю, максимально удобно. Причем, что в одной рекламной кампании, что в нескольких рекламных кампаниях, в принципе, с одного же интерфейса. Вот такой удобный инструмент. Второй инструмент, который я покажу чуть позже, когда мы его до конца доработаем, это редактор минус-фраз, где вы сможете именно все данные ключи, например, убрать из тех рекламных кампаний, сразу там, из пяти, из шести, даже если у них разные списки стоп-слов. Могу сразу сказать, что, да, будет новый интерфейс от Директа. Да, будут некоторые изменения, но так как мы общались, я общался с ребятами из Директа, с сотрудниками, они сказали, что не будет никаких списков минус-фраз, я имею в виду, как в AdWords, да, отдельно стоящих, и значит, что все останется так, как было. То есть, вот этот список общий, он никуда не уйдет. Он как был, так и останется. Это значит, что этот инструмент будет очень полезен на очень-очень долгом промежутке времени, ну, как минимум, еще год-полтора, пока Яндекс не одумается. Теперь по поводу вот этого как раз редактора минус-фраз, зачем он вообще понадобится? Ну, представьте себе, что у вас не одна рекламная кампания, например, поиск РСЯ, где у вас разный набор стоп-слов, единый набор стоп-слов, и Нижний Новгород, и Краснодар, которые тоже имеют разный набор стоп-слов, но вы хотите отредактировать весь набор этих стоп-слов в нескольких рекламных кампаниях, в принципе, одновременно. И этот инструмент как раз позволит найти все пересечения, найти общие ключи, где они находятся, где их нет и прочее. Причем часть их можно будет отредактировать прям сразу, то есть, сразу в четырех рекламных кампаниях, например, поменять за iPhone и засунуть их в квадратные скобки, и одновременно не трогая общий список, то есть, не надо будет переламывать ничего и ломать, и руками одновременно этого не надо будет делать. И то же самое, можно будет добавлять уникальные ключи, что в несколько рекламных кампаний, что сможете добавлять сразу во все рекламные кампании, не меняя внутренние списки. То есть, вот это, видите, у нас разные значения списков. А если мы хотим здесь что-то изменить, то, получается, мы их все меняем, и что-то с ними происходит все равно, они рушатся, крашатся. В общем, будет очень полезно. Увидите. Поверьте, инструмент будет интересный, но пока он будет немного закрыт, и потом мы его постараемся максимально адаптировать под большое количество желающих его тестить и бросать его в бой. Но это произойдет где-то в течение месяца, может быть, полтора. Если понравился этот инструмент, его ждете, обязательно влепите лайк. Буду знать, что ждете, и постараюсь ускорить этот процесс. До скорых встреч!